Начнем с того, как наши рязанские астрономы-любители празднуют и популяризируют День космонавтики. Второй год подряд они исполняют изображения космонавтов на снегу. Работа кропотливая, производится с помощью GPS-оборудования. В планах у рязанцев сделать нетающие рисунки в нашем городе, выполненные из цветов. В 2016-м ребята нарисовали портрет Юрия Гагарина. Видеосъемка этого действия, совершенная с помощью коптера, облетела весь мир. Получилось так, что мы приобрели еще новых друзей, которые предложили нам, у нас есть связь с космосом, а именно связь с МКС, что люди могут просто сфотографировать вашу картинку. Давайте скорее координаты, ребята, все поздно, в апреле все растаяло. Представители МКС, рязанские астрономы обменялись контактами, чтобы в следующий раз успеть запечатлеть шедевр. И в 2017-м году рязанцы решили нарисовать картину, на которой изобразили Алексея Леонова, человека, впервые вышедшего в открытый космос в скафандре. В качестве эскиза они взяли малоизвестную иллюстрацию космонавта, по их словам, скорее всего, из детской книги. И в этот раз заснять картину из космоса получилось. Помог в этом беспилотный спутник Земли. По-моему, американский World View 1 запущен в 2007 году. Разрешение съемки составляет 50 сантиметров в пиксел. Ну, то есть, точка, которая формирует картинку. Ну, это достаточно оказалось. Этот проект вызвал еще больше резонанса. И в День космонавтики рязанские астрономы выступили на питерском телеканале в прямом эфире утренней программы. Связь была установлена с помощью скайпа. Питерские журналисты два часа с утра посвятили теме космоса. Связывались с экспертами, отличившимися людьми, выясняли подробности развития космонавтики в наше время. Так что и наши рязанские астрономы рассказали миллионам людей о своем замечательном увлечении. Здравствуйте! Доброе утро, Рязань! Доброе утро! Питер, привет! Питер, привет! Расскажите, пожалуйста, как пришла вообще в голову и кому пришла в голову такая замечательная идея? Ну, на самом деле мы геодезисты по профессиональной своей принадлежности и часто имеем возможность работать именно с космоснимками. А современные технологии, такие эффективные технологии, позволяют нам как бы определить координаты места и не только определить, но и показать эти координаты. И пришла идея, почему бы эти координаты не сложить в рисунок. По профессии эти люди геодезисты. У них есть уникальное оборудование. Эскиз Леонова они сначала загрузили на компьютер. Он был обработан и после этого, держа в руках специальные антенны, по GPS-навигатору двигались по нужным координатам. Несколько раз протаптывая линии, общая длина которых 4,5 километра, а расстояние от головы до ботинок космонавта составило 250 метров. Это, в принципе, для нас нормальная ситуация. То есть мы можем в день проходить и больше, причем не просто налегке, неся на себе и оборудование. Выполняя умственную работу. Умственную, физическую работу, ногами, головой. Это не жертва, а любовь к профессии и к астрономии. Стоит сказать, что картину рязанцы нарисовали со второго раза. До этого Леонов был в два раза больше. Однако облака и сильный ветер помешали осуществить съемку с коптера и из космоса. Спросите, почему в итоге фотографию нарисованного космонавта сделали не с МКС? На станции любая минута расписана. И именно в этот момент свободнее оказался спутник, занимающийся съемками из космоса. 12 апреля российский космонавт, который в данный момент находится на МКС, поздравил всю нашу страну с праздником. Космические исследования – это настоящий локомотив развития земной цивилизации. Каждый год совершенствуются ракетоносители и космические аппараты. Мы проводим все более сложные научные и медико-биологические исследования. Развивается Международная космическая станция. Появляются новые модули. Человечество движется вперед. Освоение космоса – это не просто желание узнать о возможности существования жизни вне Земли. Без полетов за пределы атмосферы мы не могли бы иметь то, что сейчас кажется привычным. Развитие науки, космоса, теория относительности, которая позволяет определить GPS-положение на Земле с точностью до 5 метров, без нее разброс был бы в 5 километров – сейчас все это нам на пользу. Развитие космонавтики можно назвать лавинообразным. Большой скачок позволит улучшить жизнь землян и дать новые сведения о Вселенной. Не за горами и пилотируемый полет на Марс. Астрономы говорят, что это лишь вопрос времени. Из новинок также хотелось бы отметить инновационный телескоп, проект которого сейчас разрабатывается. Грант от НАСА на реализацию идей получил студент из МГУ. Он планирует запустить телескоп в космос. Они там уже есть, поскольку без атмосферы Земли наблюдение за Вселенной более чистые. Но в этот раз студент решил использовать хитрую с физической точки зрения для оптики возможность. Солнце будет являться гравитационной линзой, чтобы приблизить более далекие объекты космоса, в том числе для исследования и экзопланет.